Колбасу сократят, калории подсчитают. В Ульяновске обсудили вопрос о организации горячего питания школьников. В рацион внесены некоторые изменения. После проведения общеобластной родительской дегустации, большинство родителей выразили пожелание немного уменьшить количество сахара в блюдах, а также сократить колбасный ассортимент в меню. Эти пожелания были учтены в приоритете здоровое питание. Мы с вами должны понимать о том, что занимаясь воспитанием, мы должны видеть перед собой здорового ребенка. Здоровый ребенок – это не только физически крепкий ребенок, но и человек, который достаточно внимательно вместе с нами занимается правильной организацией питания. Также в адрес областного Минпросвещения поступило предложение продолжить практику выдачи школьникам продуктовых наборов или заменить завтраки консервами. Поддержку такая инициатива не получила, что вполне естественно. Разве может молочная каша или воздушная картофельная пюрешка с рыбой или шницелем, запеченным в духовом шкафу, заменить консервную продукцию? В заседании также приняли участие представители общественности. С их стороны тоже ведется контроль качества питания. Здесь особое внимание уделяется детям с хроническими заболеваниями, где важной составляющей является сбалансированное диетическое питание. Хочу сказать, что было обращение от родителей детей, которые страдают сахарным диабетом. Тоже в течение недели буквально устроили встречу с операторами, тут же отработали эту тему. И уже оператор питания сейчас в меню указывает вот этот гликемический индекс, чтобы детям, которые регулируют вот этот индекс, тоже им было удобно его высчитывать. На сегодняшний день контроль за соблюдением качества и доступности питания школьников находится в поле зрения непосредственно у руководителя региона. Также со стороны органов управления образования ведется ежедневный мониторинг контроля питания в городских и областных образовательных организациях. На территории Ульяновской области проведена большая работа и по проведению соответственно нормативной базы, и по согласованию, так скажем, с муниципальными органами управления образования, с родительским контролем, с начальниками управления образования, по выверке всех категорий детей, нуждающихся в льготном питании. Контроль со стороны родителей также проходит ежедневно. Любой человек, у которого ребенок ходит в школу, может самостоятельно или с членами родительского коллектива проверять качество питания лично. Однозначно этот родитель должен быть здоров, без каких-то хронических заболеваний, без видимых признаков. Второе, предупредить для чего? Не для того, чтобы пищеблок подготовился, а для того, чтобы у нас не получилось скопление родителей одномоментно на пищеблоке. И соответственно, каждая школа, каждая образовательная организация соблюдает некую очередность. Напомню, сегодня в Ульяновской области горячим питанием обеспечены около 100 тысяч обучающихся. Из них более 53 тысяч – это дети начальных классов, которым предоставляется бесплатный президентский завтрак. Также дети из малоимущих и многодетных семей обеспечиваются горячим питанием. Антон Никонов, Артем Куранов, Новости Улправда ТВ.